В понедельник 28 февраля в Казанском федеральном университете состоялся ученый совет. Основной темой встречи стало вхождение в состав КФУ Альметьевского государственного нефтяного института. На заседании присутствовал первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Стоит отметить, что республиканская Миноборнауки выступает учредителем огни. Вопрос о присоединении огней вызвал бурную дискуссию у членов ученого совета. Их активно заинтересовало то, как же повлияет предстоящая реорганизация на существующий внутроуниверситетский уклад и позиции КФУ в глобальных рейтингах. В свою очередь Андрей Поминов отметил, что Альметьевский вуз не такой большой, поэтому как таковых изменений он за собой не повлечет. Ректор КФУ Ильшат Гафур попросил членов ученого совета рассмотреть ситуацию с присоединением и под другим углом. Ведь благодаря слиянию КФУ обретает новые возможности. По словам ректора КФУ, если мы говорим о пользе, которую принесет нам объединение, то важно помнить, что, например, наш собственный профильный институт геологии и нефтегазовых технологий нуждается в базе практик. В этот день затрагивалась и тема утверждения правил приема на 2017-2018 учебный год. Также ученым советом был принят обновленный порядок начисления стипендий. Было принято и решение о учреждении базовой кафедры ядерно-физического материаловедения на базе Объединенного Института ядерных исследований в Институте физики. Дмитрий Таюрский отметил, что 26 марта на праздновании юбилея Объединенного Института ядерных исследований в Дубне предполагается подписание договора о сотрудничестве между Объединенным Институтом ядерных исследований и КФУ. И уже в рамках такого сотрудничества второй договор об открытии базовой кафедры. Не обошлось и без открытия. Ученый совет решил учредить научный журнал «Казанский вестник молодых ученых», который издается на базе Института международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета. Напомним, что в 2017 год в КФУ объявлен годом Лобачевского, в рамках которого запланировано множество крупных и по-настоящему знаковых мероприятий. Одним из них станет открытие мемориального кабинета Николая Ивановича Лобачевского вместе с образовательным центром для одаренных детей в ректорском доме, где когда-то жил и работал великий ученый. По предварительным подсчетам для его реализации потребуется 15 миллионов рублей. Эти средства университет рассчитывает собрать в специально создаваемом фонде. «Год Лобачевский объявили не только мы, но и спасибо им. Таттелеком выступил тоже с инициативой, Таттелеком в своем коллективе тоже объявил, что этот год будет годом Лобачевского для данной компании. И мы договорились с генеральным директором о встрече и о совмещении наших программ. Они сами по себе, мы сами по себе никакого смысла нет. Это будет и в школах мы должны выступать, и я надеюсь, это поможет популяризации математики в стенах нашего университета». Ильшат Гафуров пообещал, что лично внесет первый взнос в фонд вместе с проекторами в размере половины месячной зарплаты. Диана Шилова, Роман Самарин, Леонард Влитяров, Универньюс.